Соединенные Штаты Америки, как реальная сторона противостояния, продолжают в круглосуточном режиме снабжать украинское командование разведданными, а также указывают на наиболее приоритетные цели для своих ракет комплексов Химорс. Россияне же не переставали бить по тылам на всей территории Украины высокоточными ракетами, что стало уже повседневной обыденностью. На юге, в районе Херсона и Николаева, продолжаются позиционные бои с периодическими попытками вооруженных сил Украины атаковать небольшими силами. Однако пока что единственным успехом являются только обстрелы многострадального Антоновского моста в Херсоне, который украинцы уже в течение двух недель все никак не могут окончательно уничтожить, создавая в нем самые дорогие дырки в мире по 150 тысяч долларов каждая. Также украинцами были нанесены удары по ряду военных объектов и по Запорожской атомной электростанции. Продолжились попытки ВСУ укрепить плацдарм на реке Ингулец у Андреевки. Бои шли и в районе населенного пункта Благодатное, расположенном на границе Херсонской и Николаевской области. А в это время вооруженные силы России проводят накопление сил в районе Херсона, ввиду чего в Киеве заговорили о возможности наступления россиян на Николаев. Удары по мостам принципиального изменения в динамику боевых действий пока не внесли. В Запорожской области стороны ведут артиллерийские дуэли. С западнее Углидара вооруженные силы Украины предпринимают попытки атаки в районе села Нескучное. Тактическими группами пытаются прорвать линию обороны, используя артиллерию. На Авдеевском направлении у российских войск наблюдались некоторые тактические успехи. Во-первых, 3 августа русские войска выбили украинцев с южной окраины Марьинки, после чего украинские подразделения начали постепенно с боями уходить из населенного пункта. Во-вторых, 4 августа подразделения 11-го полка и батальона Сомали армии ДНР ворвались в крайне мощно защищенный поселок Пески и смогли там закрепиться. Донецкие артиллерийские подразделения первого корпуса заняли господствующие высоты в 750 метрах южнее Красноармейского шоссе, а также на территории шахты Октябрьское. В настоящее время практически весь поселок Пески находится под контролем русских войск. Украинцы же отошли на северо-запад к населенным пунктам Первомайское, Водяное и Карловка, где создают новую линию обороны. Ну и в-третьих, еще 31 июля бойцы народной милиции ДНР и российские подразделения выбили украинцев с позиций в районе шахты Бутовка на южной окраине Авдеевки. Судя по всему, прорыв мощнейшей обороны в этом районе стал для украинского командования неожиданностью. В Киеве надеялись на то, что данный укрепрайон в лоб штурмовать не получится, и поэтому сконцентрировались на других участках фронта. Сыграло еще то, что вооруженные силы Украины надеялись на снарядный голод у союзных сил после ударов хаймерсами по тылам своего противника. К 7 августа украинцы усилили на Авдеевском направлении свою артиллерийскую группировку и перебросили подкрепления, что опять вылилось в позиционную войну со взаимным перемалыванием войск. Одновременно с этим украинское командование начало отводить свои яргардные части из района Северней Горловки, где они оказались глубоко обойдены с севера. Преследуя их, народная милиция ДНР заняла поселки Травневая и Гладосова. Также российские войска заняли поселок Семигорье неподалеку от Углегорской ТЭС, что позволило подойти вплотную к Катэме. Бои сейчас идут на восточной окраине села. Перейдем к оборонной линии Бахмут-Солидар-Северск. Русские войска продолжают взятие украинских укрепрайонов, охватывая Солидар в кольцо. Штурмовые подразделения подошли вплотную к юго-восточным окраинам населенного пункта. 4 августа группа Вагнера при поддержке российской артиллерии взломала оборону и смогла зайти на восточные окраины Бахмута вдоль трассы М-03. Огонь украинской артиллерии на этом участке носил хаотичный характер. Также получилось закрепиться на восточных окраинах Солидара. 7 августа 6-й казачий полк Луганской народной милиции занял территорию завода КНАУФ. Также под контролем находятся ближайшие улицы, примыкающие к заводу. Ну а группа Вагнера штурмует находящаяся рядом Бахмутска. А в это время в районе Северска украинцам удалось стабилизировать фронт. Продолжаются бои у Серебрянки, Ивана Дарьевки и Верхнекаменского. В районе Славенска не заканчиваются позиционные бои неподалеку от Сидорова, Богородичного и Долины. Вооруженные силы Украины смогли восстановить контроль над уже разрушенным селом Мазановка. Несколько оживился фронт на Изюмском направлении. Совсем недавно там была оперативная пауза, предшествующая большим событиям. Генштаб вооруженных сил Украины сообщает, что россияне штурмуют Гусаровку, потеря которой может существенно осложнить ситуацию для обороняющихся. Артиллерия здесь работает в густых лесных массивах. На севере от Харькова вооруженные силы России после взятия Борщевой проявляют наступательную активность в направлении русских и черкасских тишек, а также в районе Дементьевки и Веселого. Россияне постепенно увеличивают здесь свою группировку. Тем не менее, здесь сохраняются тенденции к позиционности. По Харькову и Чугуеву продолжаются регулярные ракетные удары. Украинцы же продолжают обстрелы приграничных районов России. По итогу можно отметить, что российская тактика концентрации артиллерии на определенном участке фронта существенно сказалась на возросшем уровне эффективности стратегии позиционной войны. Положение вооруженных сил Украины на Донбасском фронте вынудило их в качестве жеста доброй воли отложить великое наступление на Херсонском направлении. Да и говоря в общем, воевать на столь огромной линии фронта крайне тяжело и россиянам и украинцам. Длинный фронт требует больше времени на переброску резервов, доставку довольствия и боеприпасов. Еще одной особенностью линии соприкосновения является фактическая прозрачность для всех типов разведки. Тем не менее, в затянувшемся противостоянии в Украине обеим сторонам необходимо брать инициативу в свои руки. Если хотят переломить ситуацию в свою пользу. Ключевое, если хотят. Потому что нельзя исключать того факта, что затяжная война может быть выгодна как Соединенным Штатам, так и России, которая своими ограниченными силами формата специальной военной операции способна воевать многими годами. Дабы понять выгоду российского капитала от затяжного кризиса, можно посмотреть на возросшие цены на энергоносители. А также и на некоторые другие постепенно появляющиеся ништяки. Например, Россия и Турция теперь крышуют вывоз зерна из Украины, о чем до 24 февраля Москва даже и мечтать не могла. Ну а ты не забывай на всякий случай подписаться на мой Яндекс.Дзен или Рутюб. Ну а чтобы знать еще больше самых интересных новостей, вступай в мою группу ВКонтакте и конечно же подписывайся на мой второй музыкальный канал. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!